Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первое Видео Авторына. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, не только в виде тест-драйвов, но и в виде обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, теперь наш канал есть и на Рутюб. Ссылка на Рутюб будет также в описании под видео. В нашем сегодняшнем обзоре из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» мы хотим поговорить про Хонду ЦРВ четвертой генерации, чей предшественник в третьем поколении снискал себе заслуженную славу на вторичном рынке в России. Но основная проблема у третьей генерации – это, к сожалению, возраст. Подобных автомобилей в хорошем состоянии, да еще и по нормальным ценам на вторичном рынке становится все меньше и меньше. И если вы хотите себе именно Хонду, именно ЦРВ, то, скорее всего, желая выбрать автомобиль посвежее и с пробегом поменьше, вы все-таки будете так или иначе вынуждены прибегнуть к четвертой генерации. Встречайте, ЦРВ четвертое поколение, кузов РМ. Четвертое поколение Хонды ЦРВ в кузове РМ встало на конвейер в августе 2012 года. Эта машина продавалась в России аж до 2018. Здесь был один рестайлинг, в 2015 году в ходе которого поправили внешность, внесли некоторые изменения в двигатель 2.4, а также заменили автоматическую коробку передач на вариатор. Что касается типа привода, то если говорить про официально продаваемые в России ЦРВ, все они будут только с 4ВД. Однако на рынок США, например, эти машины могли также поставляться и в переднеприводном варианте. Что касается моторной гаммы, вообще у этого поколения ЦРВ было 4 варианта двигателя. Здесь были два дизельных мотора 1.6 и 2.2 литра, которые официально в России не продавались. Здесь были два бензиновых мотора объемом 2 литра на 150 лошадей и 2.4 литра мощностью от 188 до 190 лошадиных сил в зависимости от года выпуска автомобиля. Что касается коробок передач, выбор был по сути только у тех, кто покупал базовую двухлитровую модель. Вот она могла быть с механической трансмиссией. Ну а 2.4 литра в любом случае шли на автомате, но только до рестайлинга. Рестайлинговые машины с двигателем 2.4 литра уже оснащались вариаторной коробкой передач. Наш сегодняшний экземпляр это 2013 год выпуска. Двухлитровый мотор, пятиступенчатый автомат и полный привод. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину локрасочного покрытия, а также про то, насколько успешно он способен сопротивляться проявлению ржавчины. ЦРВ четвертого поколения автомобиль еще достаточно молодой, и даже самые ранние экземпляры только-только разменяли рубеж в 10 лет. Толщина локрасочного покрытия на большинстве четвертых ЦРВ будет лежать в диапазоне от 100 до 150 микрон. Что касается его качества, в целом очень даже неплохо. Естественно, если автомобиль часто эксплуатировался по загородным трассам, сколы так или иначе неизбежны. Кромка капота, кромка крыши, все это будет традиционно страдать и покрываться дефектами. Правда, ржавчина в этих местах проступать отнюдь не торопится. Да и вообще, по части коррозионной стойкости, четвертый ЦРВ, это очень и очень хороший пример того, как сделать можно и нужно. Что касается внешних панелей кузова, то у этого автомобиля, в общем-то, нет каких-либо характерных мест, откуда ржавчина начинает свое бурное шествие. С качеством металла также все в порядке. Как и на любом универсале, можно порекомендовать разве что внимательнее осмотреть пятую дверь. Однако, таких досадных просчетов, связанных с появлением коррозии, которые требовали бы перекраса этого элемента по гарантии, как это случалось на многих ЦРВ третьего поколения, у четверки нет. Так что основное, чему надо уделить внимание при выборе ЦРВ в четвертом поколении, это проверить кузов на предмет наличия следов ДТП. Смотрите, чтобы была на месте безопасность, чтобы не было следов серьезного структурного ремонта, затрагивающего силовую часть кузова. Ну и основное внимание, уделите осмотру автомобиля на подъемнике, на предмет состояния днища кузова в целом. Однако, если этот автомобиль не подвергался конкретному кузовному ремонту, то, скорее всего, в большинстве случаев по части ржавчины на этих автомобилях все будет обстоять благополучно. Также отметим, что наконец-то ушла в прошлое проблема с провисающим передним бампером, подобно тому, как это было на третьем поколении. У четверки таких досадных кузовных просчетов на самом деле нет. Некоторые владельцы ЦРВ четверки, конечно, могут пожаловаться на такие вещи, как перегорающие светодиоды в дублере основного стоп-сигнала в крышке багажника, либо на сбои в работе заднего парктроника. Но по сравнению с общей надежностью бортовой электроники этого автомобиля, это реальные мелочи, которые, к тому же, несложно проверить. Теперь о том, что касается бортового электрооборудования, а также салона автомобиля в целом. Нужно сказать, что по этой части ЦРВ четверка получился крайне удачным автомобилем. Возможно, эта машина и уступает по части нашпигованности опциями многим своим одноклассникам, но при всем при этом, то, что здесь есть, работает исправно очень долгое время. У этих автомобилей нет каких-либо регулярных и систематических проблем ни с подрулевым шлейфом, ни с вентилятором климатики, ни с самой климатикой, ни с подогревами сидений. Все это работает, как правило, долго и безотказно. Что касается износостойкости материала в салоне, то здесь тоже все в порядке. И в этом плане данный автомобиль весьма неплохая этому иллюстрация. Пробег здесь 233 тысячи километров. И если на ободе руля и видны определенные следы износа в местах контакта с руками, то вот, например, место постоянного контакта локтя водителя на подлокотнике, обтянутая велюром, до сих пор никаких признаков износа не демонстрируют. Хотя можно все-таки отметить один характерный момент для салона 4-й ЦРВ. Со временем здесь изнашиваются петли, на которые фиксируется спинка заднего сидения. Все это начинает люфтить и издавать соответствующие звуки. Решается же эта проблема устранением выработки на петле. А уж как это сделать, каждый решит сам. Кто-то намотает изоленту, ну а кто-то нанесет какое-то прорезиненное покрытие. Тем не менее, этот вопрос тоже можно считать весьма несущественным. Ну а теперь поговорим про бензиновые агрегаты, которые можно было купить официально на российском рынке под капотом Хонды ЦРВ. В нашем случае это базовый мотор. Объем 2 литра, 150 лошадиных сил и 190 ньютон-метров крутящего момента. Индекс этого двигателя, в версии, в которой он ставится под капот 4-й ЦРВ, R20-A9. Конструктивно мотор представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Примечательно, что по конфигурации головки блока цилиндров двигатель относится к категории SOH, Single Overhead Cam Shaft, то есть один верхний распредвал. Здесь 16 клапанов и есть фазорегулятор IFTEC. Привод ГРМ, цепной и абсолютно никаких новомодных усложняющих конструкцию мотора систем. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этом моторе нет и регулировку нужно выполнять по регламенту раз в 40-45 тысяч километров пробега. Причем для владельцев Honda CR-V данная процедура не будет обременительна как по деньгам, так и по времени, которые автомобиль проведет в сервисе. Поскольку регулировка клапанов здесь выполняется просто при помощи инструмента, без всякого подбора толкателей, шайб и так далее. Выполняя регулировку, вы позволите вашему двигателю работать лучше в оптимальных параметрах и при этом без посторонних звуков. Хотя вот каких-либо проблем с распредвалом на R20-A9, как правило, не возникает. Вообще, эта силовая установка на редкость крепкая и надежная штука. В случае, если вы не будете допускать езды с заменой масла на каких-то огромных интервалах, порядка 15-20 тысяч километров пробега, чтобы это масло успевало у вас как следует закоксоваться, то и каких-либо проблем с этим мотором вы, скорее всего, избежите. Причем до весьма серьезных пробегов, под 350-400 тысяч километров. Система IFTEC на этих моторах никаких проблем не доставляет. Каких-либо характерных мест утечек масла по данным двигателям также нет. И максимум, с чем вы здесь можете столкнуться, это проблемы по подтекам, либо запотеваниям клапанной крышки и по сальникам. Так что при осмотре автомобиля в любом случае посмотреть агрегат на предмет сухости нужно. Что касается цепи ГРМ, то несмотря на то, что здесь используется пластинчатая цепь Морзе, которая у некоторых производителей не выхаживает и 60-80 тысяч километров до замены, у ЦРВ владельцы сталкиваются с необходимостью менять цепь только на очень больших пробегах. Как правило, это происходит уже после 150, да даже ближе к 200 тысяч километров пробега. Так что за слабое место это тоже считать нельзя. Ну а что касается каких-либо проблем с данной силовой установкой, то если не считать цоканье клапана абсорбера топливных паров, что является его обычной нормальной работой за неисправность, то по большому счету здесь кроме навесного оборудования больше ничего расстроить и не может. Да и то случается это крайне редко. Какими-либо проблемами навесное на R29 не страдает, и из проблем может быть разве что необходимость поменять ролики приводного ремня за пробегах сдалеко за 100 тысяч километров. Так что с точки зрения надежности двухлитровый мотор это весьма и весьма неплохой выбор применительно к данному автомобилю. Да, ураганной динамики вы на двухлитровом ЦРВ не получите, но ездить, передвигаться и чувствовать себя нормально в городском потоке у вас вполне получится. А для упрощения обгонов на трассе предусмотрен режим ручной смены передач в автоматической коробке при помощи подрулевых лепестков. Ну а что касается экономичности, цифры будут очень сильно зависеть от режима эксплуатации, времени года, загруженности автомобиля и многих-многих других факторов. Но применительно к двухлитровой силовой установке в сочетании с автоматом можно говорить где-то про среднюю отметку около 11-12 литров на 100 километров по городу. Что касается 2,4 литрового мотора, то на данном автомобиле он мог присутствовать в двух версиях. И этот мотор уже не то, что стояло в третьем поколении. Да, индексы начинаются похоже, это К24, но суффикс Z7 и Z9 указывает на то, что данные двигатели являются модернизированными относительно старых моторов. А модернизация в них подверглась много чего, включая и начинку головки блока цилиндров, и даже поршневую группу. И, в общем-то, модернизация на самом деле прошла не зря. К24 Z7 это все та же рядная четверка. Также, конечно, без гидрокомпенсаторов 45 тысяч необходимо регулировать клапанные зазоры. Здесь также пластинчатая цепь Морзе, которая тоже не отличается какой-либо малой ходимостью. И многие владельцы сталкиваются с необходимостью ее замены на очень больших пробегах. Стоит отметить, что именно в четвертом поколении CR-V мотор 2.4 наконец-то избавился от проблемы с повышенным износом распредвалов. Такое, конечно, встречается, но на четвертой генерации эти вещи действительно носят только очень эпизодический характер. Так что работу над ошибками компания Honda все же проделала. Единственное, что может расстроить владельцев Honda CR-V с мотором 2.4 в данном случае, так это треск фазорегулятора на холодную. Проблема встречалась на автомобилях до 2014 года, после чего Honda выпустила ревизионный узел и проблему решили. Менять его или ездить с подобным звуковым сопровождением каждый решает для себя сам, но особо критичным для эксплуатации этот момент не является. Во всем остальном это также очень надежная силовая установка, которая при должном обслуживании, регулярной смене масла хотя бы раз в 7-7,5 тысяч километров и использовании качественных горючих смазочных материалов будет способна выходить далеко за 300 тысяч километров пробега. При этом с мотором 2.4 CR-V, конечно, демонстрирует уже совершенно другую динамику и 190 лошадиных сил более чем достаточно для этого автомобиля. В целом, если вы часто ездите по трассе с полной загрузкой, то мы бы рекомендовали присмотреться именно к 2.4 версии. Конструкцию К-24 доработали в сторону усложнения только на рестайринговых машинах, когда эти моторы получили в том числе и топливный насос высокого давления, то есть систему непосредственного впрыска топлива. И такие автомобили, конечно, более требовательны к качеству бензина, которым вы будете их заправлять. Но в остальном на надежности силового агрегата в худшую сторону данная модернизация не сказалась. И еще пара моментов по части расхода масла на угар про 2.4 двигатель. Вообще, несмотря на то, что компания Хонда и обозначила допустимые пределы порядка литра на 1000 км пробега, на самом деле эта цифра для данного силового агрегата запредельная. И исправный К-24 в данном случае масло подъедать, если и будет, то в пределах скромного 1 литра от замены до замены. То есть на 7-8 тысяч километров пробега. И то, как правило, на автомобиле, где сам пробег на одометре уже достаточно солидный за 100-150 тысяч километров. Тем не менее, мы бы советовали при покупке подобного автомобиля не пренебрегать проверкой машины на предмет дымности. А также в процессе эксплуатации не пренебрегать контролем уровня масла по щупу. Большая часть проблем с этими моторами из разряда проворот вкладыши, как правило, происходит только по одной единственной причине. Это упущенный уровень горюче-смазочного материала. Ну а подъедать масла эти моторы начинают после того, как основательно закоксуются. К чему приводят редкие интервалы замены масла и использования горюче-смазочных материалов ненадлежащего качества. Про коробки передач на Хонде ЦРВ 4-й генерации сказать по большому счету нечего. Поскольку и шестиступенчатая механика, и пятиступенчатый автомат на этих машинах образцово надежны. Ресурс компонентов сцепления на механике здесь способен превысить 100 тысяч километров пробега. Ну а что касается пятиступенчатого автомата, в ней самое главное не забывать время от времени менять масло. Желательно раз в 50-60 тысяч километров и обязательно с фильтром. Основная масса проблем, связанных с некорректной работой данной автоматической трансмиссии, толчки, дергания при переключении и так далее, возникает как раз таки по причине слишком длительных интервалов замены масла, когда продукты износа в коробке начинают потихоньку отравлять жизнь агрегату. При осмотре автомобиля тест-драйв обязателен. Исправный автомат на ЦРВ никак свое присутствие не выдает. Коробка работает достаточно оперативно, плавно и адекватно. В случае же, если незначительные толчки и задержки при переключении присутствуют, ситуацию, как правило, способна выправить замену масла на соответствующее по допуску. Что касается вариаторной трансмиссии на рестайлинговых 2,4 автомобилях, то каких-либо нареканий по данным коробкам также по большому счету нет. Эти трансмиссии, в случае если вы будете менять них масло раз в 40 тысяч километров, будут способны отработать далеко за 200 тысяч пробегов. Что касается подвески Хонды ЦРВ четвертой генерации, то здесь она выполнена по классической для большинства кроссоверов схеме. Спереди используется подвеска типа Макферсон, ну а сзади многорычажка. Ходовка на ЦРВ четвертого поколения получилась весьма сбалансированная. Она и в меру комфортная, и устойчивость у автомобиля на трассе достаточно неплохая. Единственное, что может расстроить владельцев этого автомобиля, это дорожный просвет. Он здесь не настолько огромный, как например на Outlander или Forestry. И на днище присутствует в достаточно большом количестве пластиковые защиты, которые в случае неаккуратной езды по бездорожью можно запросто попереломать. Но при этом, если вы не будете путать Хонду ЦРВ с внедорожником, которым она не является, и будете относиться к ней как просто к высокому универсалу повышенной проходимости, никаких-либо проблем по части клиренса у вас не возникнет. Подвеска на четвертой ЦРВ весьма крепкая, и каких-либо явных слабых мест здесь не так уж и много. Такие вещи, как шаровые опоры, которые кстати меняются здесь отдельно от нижнего рычага, или например амортизаторы, сайлентблоки и так далее, выхаживают достаточно большие пробеги. И на пробегах до 120-140 тысяч километров практически владельцев не беспокоят. То же самое относится и к рулевым тягам-наконечникам. Рулевая рейка, самый дорогой элемент любой ходовой части, на ЦРВ четвертой генерации электрическая. Служит она достаточно долго, и если с чем-то и приходится по части рейки сталкиваться владельцам подобных автомобилей на пробеге до 100 тысяч, то связано это как правило с износом втулки рейки, которую можно поменять, это не такая глобальная работа, и эксплуатировать автомобиль далее. Но при осмотре автомобиля проверить рейку на наличие люфта, конечно, нужно. Как и проверить состояние кардана, а именно подвесного подшипника и крестовин. В остальном по передней подвеске все в порядке. Все здесь достаточно прочно и ходит долго. Некоторые владельцы даже стойки стабилизатора исхитрялись менять только к пробегам за 80 тысяч километров. Что касается задней подвески Хонда ЦРВ, то по части сайлентблоков здесь все очень благополучно, и каких-либо замен можно ожидать на пробегах уже ближе к 200 тысячам. Слабым местом задней подвески ЦРВ четверки оказываются задние пружины. Со временем они просаживаются, что приводит к уходу углов установки задних колес, после чего машина может начинать подъедать резину. Случается это, как правило, к пробегам уже 90-100 тысяч километров. После этого пружины либо меняются, либо часть владельцев выходит из положения установкой проставок. Менее 100 тысяч километров в этой подвеске, кстати, могут отработать и ступичные подшипники. Как правило, люди сталкиваются с необходимостью менять ступичные по правой стороне, и случается это на пробегах также где-то ближе к 90-120 тысяч километров пробега. Но никто, как правило, не меняет все подшипники скопом, забудит какой-то один по симптоматике с этой проблемой разбираться. Что касается шрусов, на ЦРВ четвертого поколения эти вещи к проблемным не относятся, если только предыдущий владелец не покатался с основательно порванным пыльником. Ну и пару слов про полный привод ЦРВ четвертого поколения. На этих автомобилях компания Хонда отказалась от пользуемой ранее системы двух насосов. Dual Pump Systems здесь этого больше нет. Стоит обычная фрикционная муфта, у которой есть свой маленький электродвигатель, обеспечивающий прижимание пакета фрикционов и, соответственно, блокировку муфты. Когда оно нужно, управляется этот процесс компьютером. Водитель на него никаким образом не влияет. Происходит это все так же автоматически. Автомобиль может быть как чисто переднеприводным, так и перекидывать часть момента на заднюю ось в зависимости от режима движения. Сама по себе система в том, что касается механической начинки муфты, достаточно надежна. И в случае выхода из строя пакета фрикционов, чтобы его сожгли и так далее, здесь по большому счету нет. Управляющая электроника не допускает длительной работы муфты в режиме перегрева. Соответственно, какие-либо проблемы здесь возникают крайне редко, но по электрической части. Проблема может быть как в управляющих разъемах, так и в электромоторе, который, банально в случае отказа, конечно, не сможет создать давление. Но более или менее системной. Проблему с полным приводом можно было назвать на автомобилях 2013 года. И связана она была с выходом из строя соленоида в заднем редукторе. Причем, по стоимости устранения данной проблемы в случае замены соленоида, Honda CR-V в любом случае оказывается дешевле, нежели ремонтировать полный привод по причине выхода из строя самой муфты на некоторых корейских кроссоверах. Ну а теперь выводы под всем вышесказанным про Honda CR-V четвертого поколения. Эта машина не только не посрамила славу своего предшественника CR-V третьей генерации, но и во многом избавилась от некоторых моментов, которые были характерны для CR-V 3. Компания Honda действительно проделала работу над ошибками в этом поколении и проделала ее качественно. По надежности двигателей без вопросов. Коробки передач при должном обслуживании тоже. Подвеска тоже весьма крепкая, причем практически без уязвимых мест. И, конечно же, кузов, который весьма и весьма неплохо сопротивляется коррозии. Несмотря на то, что идеальных автомобилей в мире не существует, но для тех, кто ищет себе комфортный, вместительный, экономичный и надежный семейный автомобиль, около идеальный вариант мы, кажется, обнаружили. На сегодня это все. Если обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем канале в будущем. Ну, а если у вас есть или был CR-V 4, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, пишите в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может оказаться самым полезным. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. Пока.